Тромка, друзья! Перед тем, как начать активно комментировать этот матч, хочу сделать важное объявление. Как вы уже можете знать, у меня бан на ютубе, я не могу стримить на ютубе, однако я продолжаю стримить на твиче. И сегодня вечером в 19.00 по московскому времени я буду комментировать матч в рамках Лиги Нации по третьему Варкрафту, точнее не матч, а матчи, между Украиной и Германией. Там будет очень много крутых игроков, в частности Фоги, Соник, Ход, и со стороны Германии будут тоже жесткие немцы, вроде Эду, Спирала и других. Поэтому приходите, ссылка в описании, твиче ТВ Вандербраун, 19.00 по московскому времени, буду рад вас видеть, ребята, поддержите Варкрафт, поддержите наших ребят, потому что она, эта поддержка явно нужна. Ну а так, этот матч, который мы сейчас будем смотреть, это опять же матч в рамках Лиги Нации по третьему Варкрафту, сборная России против сборной Франции. Со стороны России именно конкретно на этой карте играет ТГВ, розовый пони, я думаю, вы о нем как минимум слышали, потому что он полюбился вам, согласно статистике, по крайней мере, тех матчей, где он играет. Очень необычный игрок за нежить. Его оппонентом является Сайт, который также достаточно хорош, он сильно катает за нежить, родом из Франции, известный бородач, и при этом еще очень сильный дредуорд, хотя в последнее время он ему толком не играет. Карта Last Refuge, счет 1-1, кстати, да, надо поменять счет, забыл как-то это сделать, давайте вот так вот. Победитель этой карты выигрывает в матче, именно конкретно в этом, там много матчей играет, мы после этого еще карту посмотрим. В общем, Сайт играет стандарт в виде рыцаря смерти, базовый, ультимативный, с тремя вурдалаками, одним из укуратов, быстрым Т2 и Т3. С другой стороны, ТГВ играет своего излюблемейшего, излюблемейшего, любимого жука. Не продает он телепорт, но продает Атария для того, чтобы у него были дополнительные ресурсы. Сайт спалил, что это будет дополнительная база, поэтому очень важно теперь как-то помешать, ставить эту базу, сделать все возможное. Очень хотелось забрать Акалиты, но как-то, видимо, не судьба, ради трупа хотя бы. Но вот тут труп был призвал, хотел, видимо, просто сам Сайт призвать там скелетов, но так же не пошло. Прокрытая земля используется для того, чтобы была хоть какая-то регенерация. Вурдалака важно отвезти, все-таки кайлом никак не добить вражескую нежить, но с другой стороны можно добить тролля. Действительно, это прямо сейчас и делает французский игрок, забирает вражеского тролля. Надо теперь попытаться сделать все возможное для того, чтобы... Ой, вурдалака потерял на пустом месте, как неприятно. Или нет, да, потерял все-таки еще 40 опыта. Это не круто, это уже по уровню фактически. Но тут много юнитов прямо сейчас у ТГВ. Возможно, он может окружить вражеского рыцаря смерти. Пока что не особо удается, но он старается. Дальше идет здесь гонение. То есть, типа, надо как-то грамотно размениваться. Но пока что для ТГВ не самое крутое начало, потому что он не может окружить каких-то там юнитов, не может получить хотя бы единицу опыта. У него все еще 0, в то время как здесь уже 113. То есть, разница ощутимая. Бладласт. Атаковать Огромага сейчас будет ошибкой, потому что сайт просто сворует кайлом. Будь хотя бы под коп у ТГВ, это был бы другой разговор. Так, вурдалака главное не отдать. ТГВ сможет ли подконтролить? Он в это время пытается забрать тролля. Вурдалака отводит. Тролль, скорее всего, опять... О, боже, какой кошмар. Какой кошмар. Скелета только забрал здесь ТГВ. Сайт забрал тролля. Очень печальное начало для ТГВ. Обычно такие матчи уже проигрывают. Но посмотрим, что будет дальше. Битва за Огромага. Да ладно, нет. Не может сайт еще и Огромага забрать. О, боже. Это катастрофа, ребята. Это просто катастрофа. Зиккурат еще отменил. Очень тяжело здесь будет уже ТГВ. Розовый пони сейчас может превратиться в красный пони от ярости и от негодования того, как все плохо начинается матч. Потому что там уже скоро будет Т2. А ТГВ, понятное дело, даже не нажал Т2, потому что он вынужден ставить экспант. Но теперь хотя бы он может поставить. Теперь ему нужно где-то заработать опыт. С другой стороны сайт может просто продолжать мешать. Ему ничего не мешает в этом плане. То есть просто типа стоять рядом. У него фулл хп. Маны есть на 2 КЛА. Пауки в это время строятся. С Т2 он поставит бойню и сделает статуи. Может заказать леча еще вполне, конечно. Или темную охотницу, что тоже вероятно. Потому что там много урдалаков. Он, собственно, через центр идет. Видимо, он к таверне хочет подойти. Так как там скоро Т2. Да, он хочет взять темную охотницу уже 100%. Ну или может какого-то второго, другого героя. Это маловероятно. Но, скорее всего, это темная охотница. Потому что она своими стрелами... Да, она своими стрелами как бы наносит эффект на урдалаков. Появляется скелет. И скелет это дезбол юнитов, который формирует стенку. Ну и плюс еще немота против жука. Тоже тема очень приятная. Поэтому тут начинается агрессия. Правда, скорее всего, рудник будет поставлен, учитывая количество юнитов. Но очень сильно будет стараться здесь сайт сделать все возможное для того, чтобы это не произошло. Акалиты подходят. Зикурат пока не готов. Нужно спасать акалитов обязательно. Нужно больше вурдалаков. Поэтому ТГВ срывает своих вурдалаков с дерева. Для того, чтобы было какое-то количество юнитов. Очень вовремя прокачалась нерубка. Поэтому можно окружить здесь паука. Да, действительно, паук окружен. Но есть кайлы. Кайлы используются. Нужно пытаться не дать окружить хотя бы второго паука. Паук опять подошел к опушке леса. Господи, это уже минус один паук. И минус второй паук, скорее всего. Существенные гигантские потери для сайда. Не рассчитал он, конечно, в силу вот этой нерубки и его замедления. Резарь смерти может быть окружен. Ой, да ладно. Неужели это камбэк со стороны российского игрока? Он, на днём, будет сейчас прожимать телепорт. Потому что терять героя второго уровня особо не хочется. Да. Видимо, была надежда, что он сможет тут кого-то забрать. Но в итоге как-то не пошло. Шикарная игра от ТГВ. Смог воспользоваться ошибкой сайдой. И в итоге сайд на пустом месте потерял два паука. Это очень много для него. И в итоге ТГВ после этого закрепляет свою победу. Важную победу. Криппингом важной точки лагеря наёмников. Тут он может начать нанять роля жреца, чтобы рассеивать скелетов, например. Чтобы восстанавливать здоровье своему герою тоже не помешает. Плюс ещё просто ради опыта, поясилы великана. Жук будет жучить. Жучить ещё крепче, ещё сильнее. Потому что у него стало очень много хп. Пытается покрепить немного сайд, чтобы поднять малёха опыта. Подождать. А, он Т3 не делает. Ну, всё равно статую плюс полкись. Тема сильная. Можно Тёмную Охотницу поднять до второго уровня, чтобы была не мота. И приблизить к третьему её, чтобы была вторая стрела. Книгу вот-таки взял. Благо читает. Можно купить ещё... Ну, хотя, хотел сказать, может купить неуязвимость. Но там есть большая неуязвимость. Особо в этом необходимости нет. Гораздо выгоднее тратить сейчас ресурсы на юнитов. Уже две статуи, три паука. А если у тебя двух пауков не потерял, то было пять пауков. Согласитесь, три паука и пять пауков. Это очень большая разница. Жук, забрав эту точку, возьмёт третий уровень. У него будут вторые жучки. Это серьёзная тема против пауков. Скилеты пытаются подойти. Будут пытаться атаковать Акалитов. Потому что у них всё-таки средняя броня. У скелетов обыкновенная атака. Поэтому они наносят больше урона. Пытаются забрать тролля. Да, ездили в восполнение. Можно даже прямо сейчас поражать в действительности. Для того, чтобы восстановить себе хп и ману. Те незначительные остатки, которые ещё не восстановлены. Такое чувство, что этот Акалит в итоге погибнет. Так и есть. Но в это время делается Т2. Поэтому нельзя заказать Акалитов. Но скоро будет готов Некрополь. Скоро будет готов Некрополь. ТГВ много юнитов. Третий жук. Вторые жучки. Это очень-очень-очень хорошо. Нанимает он при этом наёмников. Для того, чтобы было просто мясо. С помощью которого можно воевать. Тут третий уровень урона смерти. Второй уровень у тёмной охотницы. Второй с половиной даже. Второй койлу должен помогать. Но с другой стороны. Какое количество вурдалаков. Зомби-оэнд отправился на базу к сайду. И будет пытаться здесь воевать. В принципе. Тут Няпну. У него один зикурат сайд. Это ошибка у своего стороны. Он делает Т3. Соответственно его база не стреляет. Пытается закрыть проход. Очень грамотно тут делает. Но снизу не закрыл проход. Сверху не закрыл проход. Всё. Просто вурдалаки зашли. Сейчас будут кушать. Кусь-кусь-кусь Акалитов. Забирать их потихоньку. Плюс ещё есть кладбище рядом. Поэтому можно призывать жуков и скелетов нон-стопом. Это очень важно. Акалиты пытаются отойти. Для того, чтобы не погибнуть. Койл залетел. Теперь уже не так уж и просто. Будет именно конкретно в этом плане. Подкоп от жука. Только что произошло. Пытаются забрать шахту. Само собой. Вурдалаки раненые стоят где-то в сторонке. Для того, чтобы не погибнуть. Койл залетает от рыцаря смерти. У жуковины хп нет рудника. Нужно начать его ремонтировать. Понимаете? Это сайт пытается ремонтировать. Нерубка уже готова. Жук продолжает поднимать юнита. Для того, чтобы была дезмасса. Для того, чтобы был снежный шар юнитов его. Постепенно вурдалак. Такое чувство, что будет здесь жить. Потому что Акалиты его ремонтируют. Но Акалиты постепенно умирают. Без Акалитов не будет ремонта. Это безусловно большая-большая проблема. Постепенно падает здесь рудник. Недостаточно. Но при этом не все пауки атакуют вурдалаков. Поэтому они спокойно себе атакуют. Их много там. Постепенно тает хп у проклятого рудника. Сайт может потерять свою базу. Очень неприятная ситуация для сайда. Сайт потерял свою базу. И видимо сейчас надо будет сжать телепортацию. Для того, чтобы спасти все, что осталось от армии ТГВ. ТГВ как бы то ни было. Выиграл себе очень много времени. Он заработал много опыта. Почти уже четвертый. Он уничтожил рудник противника. Это значит, что пока он будет ставиться. Золото не будет добываться у сайда. Сайт ставит шахту. Много скелетов он забыл у себя на базе. Очень большие проблемы. Там третья темная охотница. Правда вторые стрелы. Но очень тяжело здесь уже будет сайду. ТГВ конечно в такой казалось бы катастрофической ситуации. Смог воспользоваться одной ошибкой сайда. И в итоге так перевернуть матч. Он сейчас явно ведет. Он добывает золото с двух шахт. У него есть Т2. Он заказывает второго героя. Заказывает дополнительных вурдалаков. И он поставил два склепа. И поэтому массово производит этих самых вурдалаков. Игнорируя тот факт, что там есть темная охотница. Просто вурдалаков слишком много для того, чтобы темная охотница смогла себя действительно на 100% реализовать. И спокойно убивать юнитов. Тут уже бы лич круче зашел бы. Из-за новой, из-за ледяной брони. Из-за того, что можно было бы легче убивать. И при этом защищать. Что понятно дело круто. Вторые скелеты пытаются подходить. Харасить, атаковать околитов для того, чтобы замедлить как-то золото добычу противника. Там шахты все еще только строятся. Жуки отправляются для того, чтобы посмотреть, что происходит. ТГВ видит. Получает информацию, что ага, противник ставит шахту. Но ее все еще нет. У меня есть время. Я могу как бы что-то там подстроить. Могу что-то там сделать. Рыцарь смерти появился. Жук. Подожди. А где мистер? Мистер? Ёшкин ты кот. Вот это залет будет сейчас от ТГВ. Он купил дирижабль. И сейчас будет рта залет. ТГВ очень любит эту тему. И он отменит шахту. Или не успеет? Или не успеет? Шахта уже почти достроена. Но все еще остается 100 хп. Может успеть. Может успеть. У рыцаря смерти и ТГВ нет после телепортации. Пока что он его не купил. Но он просто прибежал. Отменяет шахту скорее всего подкоп. Ну, наверное, надо было чуть позже подкоп дать, когда шахта уже достроилась. Но как бы то ни было, сайт пишет ГГВП и ТГВ выигрывает свой матч. Это была финальная карта. Очень интересная битва. ТГВ камбэкнул в, казалось бы, невероятной ситуации. Сайт допустил оплошность. За это был наказан. Вот такая вот игра третья Варкрафт, что мелочи решают. Мелочи буквально переворачивают катки. Ну, а мы тем временем пойдем смотреть еще одну дополнительную карту в формате 2х2. Которая также проходила в рамках этого матча. Россия против Франции. Если что, стороны России играет Шейк. И, кстати, давайте я включу дополнительную информацию в формате 2х2. Для того, чтобы вам было легче смотреть. Надеюсь, что это сейчас сработает. Один момент. Эх, судя по всему, не работает. Сейчас попробую еще раз. О, найс, работает. Хорошо, как говорится. Хорошо. Итак, Сейвэйдж это кэш. Думаю, вы его знаете. Российский орк. Который играет не совсем стабильно. В том плане, что не очень много тренируется. Из-за отсутствия мотивации. Но при этом время от времени играет. Время от времени стримит. Плюс-минус поддерживает неплохой уровень. Его союзник Шейк. 23-летний игрок из России за нежить. Который играет на супер высоком уровне. Опять же, в рамках СНГ и Европы. Но при этом временами бывает нестабилен. Потому что, вот недавно мы с Пухом обсуждали это на эфире. Который был как раз 7 ноября этого года. Спасибо всем, кто приходил. В рамках от Московской Федерации Киберспорта. Ссылки я везде оставлял. Кто был на трансляции, те большие молодцы. Спасибо вам. В общем, все в том, что Шейк не ставит перед собой каких-то целей. Он просто играет по фану, в свое удовольствие. И это нормально. Но это мешает ему прогрессировать. И мешает ему найти какую-то определенную стабильность в своей игре. Потому что Шейк может сыграть как гениально. Так и допускать какие-то нелепые ошибки. Которые, казалось бы, не должны быть. С другой стороны, Сейд. Шейк. Точнее, берет своего хранителя рощи. С другой стороны, Сайд опять играет. И он будет играть пауков. Быстрых пауков с рыцарем смерти. Достаточно стандартный билд 2 на 2. В то время как Сейд в теории должен танковать лицом. Он поставил, правда, древо войны без дома охотников. Поэтому не будет делать охотниц. Возможно, это будет какой-то другой билд. Посмотрим. Шейк играет тоже в быстрых пауков. Как и Сайд. А Орк играет через форсира. Без барака. Или он сейчас будет ставить барак? Да, он сейчас ставит барак. Он просто быстро заказывает Т2. Посмотрим во имя какой цели. Кипер появился. Нандип. Нужно больше колодцев. Угу. Вис подошел здесь от Сейда. Специально для того, чтобы можно было рассеять что-то. Или колодец поставить в дальнейшем. Это иногда помогает. В командных играх так делают время от времени. Ух. Ждет колодец пока построится. Для того, чтобы Виспы могли производиться небольшой завтык, конечно. Потому что что-то айдл тайм у него длинный был. То есть время, когда не производится рабочий. Успел взорвать Виспа Сейд. Лавка Вуду. Не ставит он Лесопилку. Поэтому это не Хэтхантеры. И вот бегает Форсир. Финрисар Гуль. Крутое имя очень. Будет пытаться здесь мешать. Потому что сила Кипера в ранней доминации. Он наоборот хочет сам агрессировать. А если агрессируют на него. То он немного теряет свою силу, как мне кажется. Потому что не может реализовать себя на все 100%. Взять быстрый уровень. При этом дает время своему союзнику кэш. Для того, чтобы Шейк смог забрать Огромага. Руну Стражу отсюда. Это перманентный вард. И при этом еще Амулет Энергии. Очень прикольный дроп. Который поможет на дистанции. Так как у тебя будет больше кайлов. С другой стороны Сайд тоже пошел на гоблинскую лавку. И соответственно возьмет здесь скорее всего перманентный вард. И посмотрим, что за дроп. При этом играет, смотрите, как неаккуратно очень. Но видимо он просто знает, что противник снизу. Ему нечего бояться атаки отсюда. Просто обычно выгоняет все-таки Огромага сюда. Для того, чтобы в случае чего принять лицом к лицу своего оппонента. Тарисман жизненные силы выпадает. Кипер. Конечно в одиночке по сути. В одиночестве. Шейк будет пытаться забрать этого Огромага. Для того, чтобы забрать тут артефакт и опыт. Но сзади эльф может его перехватить. Не. Но перманентный вард сейчас помогает. Потому что Шейк видит, что там находится эльф. Поэтому он может спокойно забирать этого Огромага. Орг будет пытаться здесь помешать. И с другой стороны ему уже второй Бугай подходит. Уже почти есть Т2. Прям очень быстро Т2. Быстрее, чем у кого-то ни было на этой карте. У него раньше выйдет второй герой. В это время Сейд забирает Огра противника. И тоже тут получает свой опыт. В теории может взять второй уровень. Но рядом стоит Шейк. Он может подворовать кого-то Кайлом. Или просто прогнать оппонента. Так как ведь Кипер без корней пока что. Он только с Сентами. И это безусловно мешает. Койл залетает в лучницу. И таким образом ее забирает. Это очень приятно. Продвижение к третьему уровню. Медленное, но уверенное. Перчатки скорости для Лича в дальнейшем будут приятны. Порошок используют для того, чтобы легче было забирать эльфов. Если они спрячутся. Неплохой Койл. Потому что добил Пауком в итоге. И самое главное. Как бы получил за это опыт. Еще одного Тюнита забирает. А тут с другой стороны Орг поражал телепорт. Потому что у него почти умер. Фенрицар Гуль. Не, ну Гуль конечно не так круто звучит. Потому что Гуль на языке сленга. Это как Вурдалаг, да? Ну, вчитывая, что у него союзник Андетт. Это в принципе неплохо. Но Фенрицар. Ух. Ух. Ночное зрение качает. Магазин. Скоро будет Т2. Второго героя какого-то заказал. Да, это Грок Кровавый Рок. Грок Кровавый Рок. Да? Прям как стих какой-то. Музыка для ушей, как говорится. Второй Кипер. Есть Корни наконец-то. Очень скоро получит третий уровень. Здесь Рыцар Смертина. Только этих черепах забрать. Второй уровень есть. Использовал Порошок. Во-первых, для того, чтобы посмотреть, есть ли рядом Вард, например, какой-то. Или может какой-то невидимый герой. Но скорее для того, чтобы освободить себе Слот. Для того, чтобы забрать артефакты с черепахи. Это Манти Интеллект. Это 2. Лич. Боиня. Ну, Лич сейчас должен быть заказан. Быть как только появятся ресурсы. Алхимик вторым героем от Сейда. Классическая комбинация юнитов. Героев. Но, с другой стороны, опять же, это не Масхотница. Это Древо Мудрости. Это, возможно, переход в Медведя. Это, возможно, переход в Великанов. Что-то, что-то имеет смысл. Третий уровень у Рыцара Смерти. Пытается еще Малеха прокачаться. Заказывает Лича. Должен ставить Бойню, правда. Но, видимо, он предпочел героя и Т3 перед Бойней. Поэтому у него будут поздние статуи. Тут же, с другой стороны, как вы видите, сначала поставил Бойню, потом заказал героя, потом заказал Т3. То есть он предпочел темп вместо технологии. А Сайд, наоборот, предпочел сначала небольшой темп в виде героя, потом технологии и потом только статуи. Необычный выбор. В 2 на 2 обычно все-таки по-другому играет. Цель 1 на 1 выбор. Но посмотрим, как это сработает. Зато у него раньше сфера будет. Это поможет. Черепаха. Тут потихоньку страдает. Орк крепит красную точку. Должен ее забирать. Второй Таурен. Тут какой-нибудь артефакт, интересно, выпадет. Это шлем доблести. Так себе, пожалуй. Потому что нет ни одного вкача. Если бы там, например, не знаю, у него был бы Буэйд Мастер какой-то. Это было бы, конечно, клево. Но его нет. Его нет. С другой стороны, если будет темная охотница, третьим героем от Шейка можно будет передать этот клевый дроп. Он действительно крутой. Именно для темной охотницы. Потому что увеличивает запас хп на 125, дает 5 урона. Ну, конечно, хотелось какую-то ауру. В итоге Шейк обнаружил, что его оппонент прямо сейчас пытается закрипить. Здесь командир Оггров. Он под жаждой крови пытается здесь все убить. Бомба залетает. Очень хочет забрать. У Кипера нет маны на корне. Это большой провал. И не хочет он при этом прожимать большую банку маны ради этого. Но забирает в итоге. Да, и пытает ауру рыцаря смерти. Рог легиона. Пососный дроп. Потому что у них и так и есть аура рыцаря смерти от рыцаря смерти. И поэтому, ну, 100 можно продать. Это будет золото дополнительное. Почему нет? Орг будет пытаться врываться сзади. Очень неприятная ситуация. Такое я чувствую сейчас у французов. Им нужно попытаться отойти. Хочет отойти. Сетка на паука. Кайлы, если что, есть. Используют. Но паук, скорее всего, погибнет. Опыт неплохой. Потому что уже второго уровня. Самолетом энергии бегает. Ново. Еще юниты тут постепенно падают. Дриады выходят. Это значит... Понимаете, в чем проблема комбинации юнитов сейчас у французов? У них нет юнитов, которые будут танковать урон. Дриады и пауки. Это те юниты, которые, как бы, наносят урон. Или контролируют противника, но не танкуют. Нужны какие-то другие юниты. Вот он, собственно, и готовится. Это великан. Та самая стенка, которая будет помогать жить. Алхимика в итоге забрали. Героя первого уровня. Поэтому не особо катастрофа. Но все равно неплохо тут ворвались россияне. Забрали большое количество юнитов. Получилось очень даже неплохо. Героя забрали. Они, значит, сильно темпуют. По лимитам мы видим, что у россиян преимущество. Но это все еще даже близко. Не конец. Сейчас сайт будет достраивать юнитов. Статуи у него будут появляться. У него неплохие герои 3-1. Это более-менее нормально. У него сейчас будет сфера. Потому что есть уже Т-3. А там будут скоро появляться великаны. Но великаны пока что без пассивок. Нужно их заказать, конечно же. То есть грубую кожу для того, чтобы можно было как-то жить. Ну и так далее. Лич хочет забрать опыт всей черепахи. Для того, чтобы взять второй уровень. Рецепт смерти побежал за сферой. Продал какой-то ненужный артефакт. И сейчас будет брать сферу. В это время закрепили золотую шахту свою россияне. И возможно будет ставить базу. Но пока что не вижу ни Батрака, ни Акалита. Который будет подходить и ставить эту собственно базу. Поэтому возможно это просто ради темпа. Взяли темную охотницу. Темную охотницу нужно скорее всего передать шлем доблести. Но возможно ставят Таурен. И чисто для того, чтобы Таурен был покрепче. Все-таки бычок должен уметь принимать урон. Принимать удар. Сфера. Алхимика. Нужно передать киперу. Ой боже. Бесконечно. Телепорт-то есть. Да, телепорт есть. Возможно стоит прожимать продукту разваливаться. Нет. Став. Алхимика. Алхимик спасен. Великаны все еще без пассивок. Но каменная кожа скоро будет. Но нужно пытаться не опалиться. Светок телепорта прожимает. Для того, чтобы телепортироваться на базу. Для того, чтобы защищаться под колодцами. Один из колодцев падает. Сзади подходит сайт. Рассеяне с двух сторон окружены. Но у них сильный кулак. Алхимик может здесь погибнуть. Став. Ведь на перезарядке вроде как. Колодцы уже пустые. Алхимик должен пытаться как-то жить. Это очень тяжело. Великан закрывает. Он проход справа. Пытается. Это телохимик. Не физмеевик. Пытается выжить. Отходит обратно. С другой стороны сверху. Атакует прямо сейчас сайт. Но будет ли его достаточно. Для того, чтобы здесь нанести хоть какой-то урон. Таурен подходит. Будет пытаться топать. Светок телепорта прожимает сайт. Для того, чтобы телепортироваться к своему союзнику. Сзади. Для того, чтобы великаны танковали урон. А пауки наносили. И это неплохая идея. Безусловно. При этом еще есть жук. Который может подкопать. Но не может пока что подойти. Очень сильно не хватает. Древо чудес будут выкопать на самом деле. Но сайт просто не успевает этот момент сконтролировать. И нанести великанов может погибнуть. Там возможно уже ставь есть. Возможно стоит. Пора ставить этого великана. Иначе он может погибнуть. Нужно его вернуть обратно. Иначе он здесь действительно развалится. Но кстати. Топот. Только что. Предпоследний был использован. Там есть большая банкомана. Великан погиб. Большая потеря неприятно. Жук. Получает много урона. Он использовал последний подкоп. Продон выживает. Или лечение покупать. Это очень важно. Большую банку маны. Будет ли прожимать здесь кэш. Для того чтобы использовать дальше топ. От Коил залетает. Больше маны нет. Ушейка. Это небольшая конечно проблема. Очень мало здесь уже остается россиян. Они конечно серьезный урон нанесили оппонентам. Но тут колодцы не останавливаются. Правда. Но если включить искусственную ночь. Еще под статуями. Кое как живут. Коил залетел. Коил вообще много. Маленькая банка маны есть. Великану нужно обязательно конечно жить. Нужны дополнительные великаны. Он их постепенно заказывает конечно. Четвертый уровень улицы Рассмерти. Есть вторая аура. Чуть проще будет маневрировать. Чуть проще бегать. Это безусловно помогает. А у Химик странно что он прокачал ярость. А не лечение. Тут явно лечение куда круче зашло бы. Но. Черт его знает. Этих французов. У них возможно свои билды. Своё понимание какое-то. Пытается паука здесь забрать. Паук. Изи. Своим кулачищем добил. Хорошо получилось. И дальше продолжает преследование. Своих противников. Исследование завершено. Тоже завершено. Это значит что у великана появилась интимагическая броня. Теперь им значительно проще жить против вражеских заклинаний. Базу в это время ставит орк. Медленно. Но учитывая что агрессируют россияне. У французов не будет время. Для того чтобы сбежать и отменить эту базу. Они скорее всего даже не догадываются о том что они могут ее ставить. Но что враг может ее ставить. Качают защиту для великана. Для того чтобы они были 0-1. Чтобы было больше брони. Чтобы они больше урона впитывали. И нужно продолжать строить этих великанов. Для того чтобы была стенка. Я очень удивлен что Сейд заказывает ряд. Они ему нужны. Нужны великаны. Нужна стенка. Нужны юниты которые впитывают в себя урон. Закрепли еще одну точку. Таурен приближается к четвертому. Лич почти третье. Это значит вторая нова будет. Темная охотница почти вторая. Что тоже очень важно. Потому что у нее появятся темные стрелы. Нижнюю точку хотят закрепить опыт получить. Идут наверх. Но там точка уже закреплена. Это ошибка. Неужели они не увидели артефакт у Таурена. Потому что ну это явный факап. Потому что как бы. Ну возможно они думают что снизу забрали точку. Хотя нет. Они же снизу забрали точку. Значит сверху уже закрепли. Но это ошибка французов. Они просто не проверили артефакт. В суматохе общей. Забыли это сделать. Или забыли просто что какие артефакты там у оппонента. Вот такие они прибежали на точку. Где был всего лишь один крип. Потеряли время. Но в целом на карте уже мало что осталось для крипа. То есть. Уже надо возвращаться домой. Как-то защищаться. Ночь не скоро еще. Хотя. Учитывая к тому времени. Когда подойдет россияне. Надо еще некоторое время просто постоять. И будет нормально. Сейчас уже ночь. Каус восстанавливается. 6 вечера это ночь. Ай ладно. Тайминги мне всегда были неизвестны. Ну видимо да. Это ночь сейчас. Но Каус и падают как бы то ни было. Сопой блок у эльфа. Он не может заказывать юнитов. Это большая проблема. Эльф. Сзади подходит сайт. Ой-ой. Слушай. А там развалился так-то кипер. Супер неприятно. Конечно. Не самый центровой герой. Но тем не менее. Турен пытается дать топот. Топот. Хороший подкоп. Только чтобы у Коева залетел в жука. Но у жука есть большая банка маны. Но он сейчас умрет. Очень неприятная смерть. Уже жук тут мог бы нормально так контролировать оппонента. Великаны пытаются впитывать себе урон. Ставфуют рыцаря смерти. Но в итоге он далеко. Ну конечно прикольно что у Андеда появился ставф. Он купил его у своего союзника на базе. Как же здесь Таурен контролирует своего оппонента? В одиночке здесь остается сайт. Без поддержки своего союзника. Великаны там снизу. Лич подставляется. Коева может залететь. Но видимо он был... Не он там не мота просто. Поэтому не мог использовать Койл. В итоге Лич погибает. Разваливается здесь Андед. Телепорт он прожимает для того чтобы полететь вниз. И старается. Залетает бомба. Очень хорошая. Великан. Умирает. Третий уровень у Форсира. Это скорее всего вторая молния. Кажется более приоритетная чем у вторые волки. Еще один неплохой топот. Поставляет с пауки. Стафает великана. Для того чтобы как-то его спасти. Но всего два колодца. Они пустые. При этом нет медведей. Для того чтобы использовать омоложение. Пытаются здесь как-то еще дать бой. Французы. Но их такое чувство что слишком мало. Шейка очень много юнитов. И это безусловно очень сильно помогает. ГГ пишет сайт. И в итоге. И этот матч. Со счетом 2 ноли. Если что. Проигрывают. Французы. То есть два матча. Вот этот который мы смотрели. Выиграли именно французы. Ну прошу прощения. Россияне. К сожалению. Два оставшихся матча. Которые я не успел посмотреть. И которые не буду обозревать. Уже скорее всего. Выиграли французы. Итоговый счет. Типа по картам. 5-5. Но так получилось. Что нейтрон. По каким-то определенным обстоятельствам. Не смог прийти на. Кланвар. Этот вот. Между Францией и Россией. И в итоге из-за нейтрона у сборной России. Техлуз. В одном из матчей. И из-за этого французы победили по сути встречи. Очень неприятно. Но с другой стороны. У России все еще есть шансы пройти. Нужно просто не проигрывать последующие матчи. Если будут какие-то интересные карты. Я обязательно. Обязательно попытаюсь их найти. Ну. Бывает репои тяжело находить. Потому что не все игроки ими делятся. Вот как-то так. Спасибо большое что были со мной. Дамы и господа. Всем до встречи. И удачи.